Бисмиллах, альхамду лиллах, вассалату вассаламу алирасу лиллах, ассаламу алейкум, ва рахматуллах. Давайте с вами поразмыслим над хадисом пророка, саллиллаху алейкум, просто прочитаем и поделимся мыслями вслух. Посланник Аллаха, саллиллаху алейкум, сказал, «Иннама бу'исту лиутаммима макарима л-ахляк» «Поистине я был послан для того, чтобы довести благонравие до совершенства». Неужели вся религия — это ахляк? Из этого хадиса понимается, что всей целью пророчества было лишь благонравие и нравственность. Наверное, на его месте должна быть акида, убеждение человека и понятие, познание Аллаха, саллиллаху алейкум. Да, мы постараемся, мы стараемся узнать Аллаха, саллиллаху алейкум, через его качество и атрибуты. И когда мы узнаем, что Всевышний Аллах, Он ар-рахим, белосердный, аль-вадуд, любящий, аль-афу, прощающий, аль-карим, щедрый, каким же должен быть раб такого прекрасного Аллаха, субханаху атааля, такого прекрасного Господа, благонравным. Возможно, целью религии должно быть поклонение, поклонение Аллаху, субханаху атааля, айбада. Но если вдуматься в смыслы айбада, то они призывают нас к нравственности. Давайте рассмотрим молитву. Аллах, субханаху атааля, в Коране говорит, Поистине, молитва запрещает мерзость и предосудительное. Всевышний Аллах сказал в священном хадисе Поистине, я буду принимать молитву от того, кто стесняется и проявляет скромность ради меня. От того, который не превозносится над людьми, проявляет милосердие к бедняку и к вдове. Смотрите, Аллах, субханаху атааля, принимает молитву от того, кто проявляет нравственность. Какая вроде бы связь между намазом, молитвой и нравственностью? А оказывается, целью намаза является нравственность. То есть, улучшение твоей нравственности. Давайте рассмотрим закят. Аллах, субханаху атааля, в Коране говорит, Хуз мин амвалихим садакатан, то тахирухум вату закихим бига. Возьми из их имущества садака, закят, то тахирухум, посредством которого ты их очистишь, вату закихим бига. И улучшишь их, улучшишь их нравственность. Посланник Аллаха, субханаху атааля, сказал, Если кто-то из вас постится, пускай не скверно словит и не кричит, а если кто-то будет ругать его, то пусть скажет, поистине я постящийся. Пост – это нравственность, это день нравственности, а не день голода. Давайте рассмотрим хадж. Аллах, субханаху атааля, в Коране говорит, Поистине хадж совершается в определенные месяцы. Если кто-то из вас начал совершение хаджа, то пусть не скверно словит, не проявляет нечестие и не спорит. Хадж – это экзамен нравственности. Выходит, вся религия – это нравственность. Это не мои слова. Это слова ученых. Ибн-Аль-Каим, рахима Аллах, сказал, Кто больше проявляет нравственность, тот более религиозен. Кто-то подумает, что религиозен тот, кто больше поклоняется Аллаху, кто больше похож на мусульманина. Оказано, религиозен тот, кто больше проявляет нравственности и благонравия. В толковании слов Поистине ты великого нрава, имам Ахмад сказал То есть на великой религии. Великий нрав – это великая религия. Сколько аятов в Куране? В Куране 6 636 аятов. И лишь 300 с чем-то аятов говорят о шариате, о религиозном законе. А остальные аяты учат нас нравственности и дают нам узнать нашего Всевышнего Аллаха. У нас есть большая брешь между религией и нашей жизнью. У нас есть большая брешь между религиозностью и нравственностью. Кто-то бывает слишком религиозен, но у него отсутствует нравственность. Другой сильно нравственен, но у него нет религии. Цель наша – объединить нравственность и религиозность. И тогда человек станет любимцем Аллаха. Ведь он будет религиозен и нравственен так, как его учил Аллах. Так, как его учил Пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Давайте с сегодняшнего дня совершим твердые намерения. Вознамеримся изменить себя к лучшему. Саляму алейкум. Ва рахматуллахи. Ва бараке.